Дай почитать. Дай не была членом английского детективного клуба, но она стала тем, кем хотела стать писателем детективных историй для подростков. Она придумала привлекательный образ юной сыщицы Нэнси Паркер и сочинила целую серию Нэнси Паркер и сиделка на миллион долларов, Нэнси Паркер и ферма призраков. И, наконец-то, по-агатовски точно, Нэнси Паркер и мертвец в библиотеке. В старое поместье приезжает мисс Лэмп, мечтающая стать женой доктора Макдональда и ее горничная Нэнси Паркер. Это осиное гнездо людей, которые выдают себя за тех, которыми не являются. А тут еще в библиотеке найден труп. Впоследствии окажется, что этот убитый – тайный сыщик. Ситуация становится все хуже. Все заключены в доме, как в тюрьме. К дому не пробраться из-за снежных заносов. Напряжение растет, домыслы зреют, а дело не сдвигается с мертвой точки. Но Нэнси Паркер встречает в этом заунывном месте своего давнейшнего знакомого Квентина Айвса. И они начинают расследование, недоступное зашоренному взгляду взрослых. А тут еще одна напасть. Нэнси Паркер саму обвиняют в убийстве. Сюжет сжимается, напряжение нарастает. Напомню, Нэнси всего 14, но она уже горничная. Она всегда хотела быть детективом. И вот поместье отрезано от внешнего мира из-за непрекращающегося снегопада. И тут бедняжка Нэнси как раз и обнаруживает труп неизвестного в библиотеке. Что делать, если убийца рядом? От тебя отворачиваются все. Книга получилась смешной, увлекательной, затянутой, с претензией на классический детектив. Третий в серии Джулии Ли про Нэнси Паркер 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать